Дом культуры города Видное был основан на 5 лет раньше, чем сам город. 1 июня 1955 года. Своё начало ДК берёт с клуба строителей, который был основан на московском куксогазовом заводе. Уже тогда было понятно, что культурная жизнь в поселении очень важна и нужна. За свои 60 лет в районном центре культуры и досуга сменилось 6 директоров. Все они хотели сделать его лучшим. Через стены ДК прошли многие горожане. Сейчас здесь насчитывается порядка 18 творческих кружков. Дом культуры в мои времена уже был одним из лучших в области. Мы все грамоты получали, все дипломы. У нас очень была хорошая художественная самодеятельность. Причём образцовых много очень. Народных коллективов много было. Поэтому Дом культуры звучал очень здорово в Московской области. Поздравить коллектив ДК пришёл глава Ленинского района Олег Хромов, который обрадовал всех присутствующих отличной новостью. В этом году начинается долгожданная реконструкция районного Дома культуры. Благодаря совместному вложению средств правительства Московской области и Ленинского района, в скором времени здесь будет произведён капитальный ремонт. Продлится он около двух лет. Мы сегодня находимся в центре культуры и досуга нашего района. Действительно в очень замечательном здании. Но самое главное не само по себе здание, а его содержание. Те люди, которые здесь работают, те, кто здесь работал, тот, кто наполнял душой и содержанием все те мероприятия, и огромные, которые проходили на территории нашего района. Я хотел бы сегодня от лица руководства Ленинского района, от себя лично, поблагодарить все наши замечательные творческие коллективы за то, что они нам несут радость. В своё 60-летие коллектив ДК решили отметить весело. Подготовили театрализованные представления. Актёры театра ТВИД показали пародии на все коллективы Дома культуры. В этот день даже рабочие учреждения вышли на сцену, чтобы исполнить песню. Не обошлось и без традиционных музыкальных и танцевальных номеров. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот уже 25 лет руководителем районного центра культуры и досуга является Лариса Гейлис. Ларисе Сергеевне удалось тяжёлой для всей страны времена в 90-е годы сохранить жизнь в Доме культуры. Благодаря ей ДК развивается, не останавливается на достигнутом. Мы общаемся с населением, мы приносим им радость, досуг их скрашиваем. Здесь проводят они своё свободное время, детей эстетически и нравственно воспитываем. Продлагаем различные кружки, развиваются детки здесь. Каждый сотрудник коллектива ДК, каждый ученик творческих кружков, все они как один, выражают благодарность Ларисе Сергеевне за её умение сплотить людей, настроить на слаженную и продуктивную работу. Все, кто имеет хоть какое-то отношение к учреждению, считают районный центр культуры и досуга своим вторым домом. Это домашняя обстановка, домашняя атмосфера. И Лариса Сергеевна действительно нам всем, как мама, она подарила эту тёплую обстановку всем, даёт здесь жить и действительно рождаться новым коллективом. Каждый коллектив ДК хороший, и все люди очень добрые, отзывчивые и талантливые, безусловно. Спасибо каждому педагогу, который работает с нами. Анна Вагина служит в Доме культуры актрисой театра «Тэвид». Четыре года назад, когда девушка переехала в наш город, она искала театральную студию, узнала о Видновском театре и с тех пор не расстаётся с любимым коллективом. «Тэвид» дал ей многое. Это творческий рост, интересные роли, интересные спектакли, конечно же, ёлки для детей. И, безусловно, это новые друзья. И, конечно же, наш творческий наставник – это Лариса Сергеевна. Во время праздника наиболее отличившихся сотрудников наградили почётными грамотами и благодарственными письмами. Впереди районы Центра культуры и досуга ждёт ещё много улыбок и радости. А мы, зрители, всегда будем ждать их новых творческих успехов. Юлия Погосян, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, ВиднетВ.